Русский национальный костюм И очень кратко мы коснемся обуви Итак, начнем с истории Предки русских и славян это были скифы Скифы обитали еще в дохристианские времена на территории от Балкан Современная это Польша, Украина современная, Крым немного и начало Кавказа, Кубань Вот эта вся территория и по Днепру вверх Вот эта вся территория это была древняя скифия Ученые именно непосредственно предков славян Которые жили на будущих территориях, где обитали восточные славяны Называют скифорусы И вот наши древние предки скифорусы Потом, более позднее, их начинают называть славяно-русы В переходный период, ближе к славянам Одевались в одежду, очень похожую на сирийскую, персидскую Ну то есть заимствованная с востока, схожая с востоком Откуда мы все это знаем? Конечно же, из подземного мира То есть археологические раскопки Раскапывают скифские курганы А курган это место захоронения И там находят захоронения тела мужчин, женщин И по остаткам одежды, фрагментам украшений Изображения на амфорах, на предметах быта Ученые приходят к выводу, как выглядел древний скифский костюм А позднее костюм скифорусов Итак, если посмотреть на фрагменты, найденные в древних могильниках скифорусов Мы видим изображение мужчин И вы можете посмотреть на первую картинку Здесь изображены пять скифских воинов Воины, потому что, конечно же, они в доспехах Сверху на них кольчуги И из-под доспехов, ну, то есть кольчуг Выглядывает туника Туникообразная одежда Очень напоминающая, если мы посмотрим на традиционный вид Славянского мужчины Напоминающих славянскую рубаху Мужскую Также мы видим, что воины одеты в штаны и сапоги Справа мы видим еще одно изображение на амфоре Найденной в скифском могильнике И мы видим точно такую же одежду По внешнему виду Это рубаха, штаны и сапоги Также пояс, да Мы видим, что у мужчин обязательно был пояс В курганах Скифославянских курганах Или скифорусы их еще называют Мы находим пояса То есть, что свидетельствует о том, что и мужчины, и женщины Носили пояса И пояс был обязательным атрибутом Это что касательно мужчин По поводу волос Мы можем судить по изображениям Что мужчины носили длинные, зачесанные назад волосы Скифские одежды, конечно же, имеют восточный характер К такому выводу приходят ученые Изучающие археологию и одежду Восточных славян, древних славян Скорее всего, это ассирийские, персидские И вообще народы Малой Азии Как мы это понимаем? Верхнее изображение мы видим Это женские останки Найденные в царском скифском кургане И по внешнему виду Головной убор женщины Имеет такие же очертания, формы Как головные уборы греческих Славянских и других Женщин данного региона Что можно сказать о материалах То есть, древних Понятно, что на протяжении веков Ткани истлевают Но очень часто В богатых царских захоронениях На руках, как у мужчин, так и у женщин Находятся браслеты Или по-другому оклады Оклады сделаны, как обычно Из цветных металлов И вот под окладами Находятся фрагменты волокон И по этим волокнам Можно определить Цвет, из какого материала Были сделаны одежды В которых похоронен Представитель скифской Или скифорусской культуры Это что касается Происхождения и истории То есть, понятно, что Славяне взяли основу Одежды скифов То есть, людей, которые жили До славян На наших с вами территориях Теперь поговорим О главных Самых важных деталях Славянского костюма Итак Основа основ Всех русских костюмов Традиционной русской одежды Вообще является рубаха Как женская Так и мужская одежда Начиналась с рубахи Женская рубаха Как главный элемент костюма Имела длину до пят То есть, длинную До пола рубаху Очень часто Рубаху Шили из хлопка Льна Шелка Или конопли Ну, конечно, чаще всего Это был лен Или конопля Понятно, что шелк и хлопок Это привозной материал Поэтому эти рубахи Могли себе позволить Не все девушки А только более высокого сословия Значит, как украшали рубаху Да, в своей основе Она имела такой белый Телесный молочный цвет Естественный такой Украшали рубаху, конечно, вышивкой В первую очередь Если мы будем говорить О языческих временах славян То вышивка имела сакральное Ритуальное значение Ее располагали Как вы видите на картинке На рукавах На вороте И на подоле И она как бы оберегала То есть Вышивкой наносились Специальные языческие Ритуальные символы Славяне верили Что эти символы Они оберегают вход в рубаху То есть К телу человека Не проникнет зло Злые духи Какие-то злые Ну, зло Какие-то злые моменты Со временем Появилась тесьма Тесьма могла иметь Золотые нити Какие-то драгоценные камни Украшения Конечно же Такие украшения Могли позволить себе Только состоятельные люди Рубахи имели разную форму В зависимости от региона Ученые находят Два типа рубах Туникообразная рубаха Которую мы видим На втором фото Схемы Это просто как туника Ровная рубаха С рукавами в стороны И рубаха на лямках К сожалению Изображений Схемодействических Или подлинников Такой рубахи Мы не знаем Но по материалам Письменным источникам Мы знаем Что были рубахи На лямках Но как именно они выглядели Мы не можем предполагать В разных областях Был немного разный Покрой рубах Но все равно Это был один общий тип Туникообразная Длинная рубаха Московская рубаха Архангельско-Вологодская Нижегородская Смоленская Рязанская Тамбовская Воронежская Наш с вами регион Это курская рубаха Орловская Тульская Калужская И Костромская Это регионы Где были свои виды рубах Итак Это что касается Женской рубахи Если был праздник То рубаху одевали Соответственно Праздничную Хочу отметить Что опять же У наших с вами предков Праздником были Не только праздники Как мы понимаем Там Пасха Рождество Какие-то церковные праздники Но праздником был И жатва И покос Потому что Это начало Это как Начало новой жизни То есть Когда люди собирали урожай Они понимали Что жизнь продолжается То есть урожай хороший Урожай Обеспечит жизнь На зиму Что мы не умрем От голода И поэтому Понимание того Что мы собираем урожай И у нас будет еда На долгий зимний период Это для наших с вами предков Это был уже праздник И поэтому В эти дни Тоже одевали Праздничную одежду Хотя Как кажется нам Мы выходим в поле И мы можем Испачкать Испортить одежду Но нет Наши предки Не считали Это Зазорным Они именно Одевали Праздничную одежду Чтобы показать Языческая традиция Почему с этим связана Они шли к земле К матери Макоши Богине земли И чтобы показать ей Что мы благодарны Тебе Мать земля Что Ты нам дала урожай И поэтому Мы одеваем Праздничную одежду И так начинался В языческие времена Праздник урожая А в христианские времена Просто Это был праздник Как я вам уже сказала Значит В некоторых Некоторые девушки Да Мы говорим пока О женской рубахе На рубаху сверху Одевали Праздничные рукава Лифы Вот посмотрите Пожалуйста Рукав Лиф И вот Значит Рукава Лифы Например Если У девушки Нет Обычной Рубахи И праздничной Рубахи Но она Делала себе Рукава Лиф То есть Обычную рубаху Украшала Нарядными Красивыми Рукавами То есть Носила каждый день Одну и ту же Рубаху Потому что У нее не было Несколько рубах Потому что Одежда на Руси Была очень дорогая Ну Это было Дорого И Она просто Делала Рукава Которые одевала На праздник И вот эти рукава Они Расшивались Вышивались Украшались Ну и конечно же Хранились Иногда Лифы Декорировали Вставкой Из кумача Кумач Это Вытканный Узор То есть Заранее Нити Окрашивали И из разноцветных Нитей Ткали Аппликацию И Ниже Вы видите Кисейные Праздничные Рукава Для рубахи Такие же Были И рубахи Они Были Как Ну если Современные Ткани Они были Как Гипюр То есть Тоненькие Прозрачные Вытканные Из Либо тонкой Нити Хлопка Такие Еле Воздушные Рубахи И конечно Вышитые Очень нежно Вытканные Вот На кардинке Как раз Представлены Музейные Подлинники Рубаха Праздничная На кокетке Расшитая Рукава Лифы Рукава Лиф Праздничный И вот Эти Кисейные Ну Лиф Кисейный Праздничный Но такие же Были и Праздничные Рубахи Итак И посмотрите Еще один момент Вот вы видите Да Как выглядели Различные Рубахи На последней Картинке Как раз Есть вот Эта Кисейная Праздничная Рубаха Как я сказала Это Вот эти Кисейные Рубахи Это были Атрибут Дороговизны Да Это носили Только Дорогие Богатые Девушки И Если вы Обратите Внимание То На втором Фото Рукава Очень Длинные Все вы Знаете Такое Выражение Русское Как Спустя Рукава Работать Спустя Рукава То есть Это Практически Ничего Не делать Вот Богатые Девушки Они По сути Своей Не работали Потому что У них Были Помощники Да И Вот Такие Рубахи С длинными Рукавами Они Показывали Социальный Статус Высокий Социальный Статус Девушки Что Она Принадлежит Классу Что Ей Не надо Работать На этом Фото Вы видите Более Простая Одежда Какой Нибудь Может быть Зажиточной Крестьянки Не очень Бедной Но Зажиточной И так Дальше Сейчас Очень Ну так Чуть Чуть Мы поговорим О мужском Костюме Опять же Рубаха Сегодня Звучало Много Раз Слово Рубаха Но Это Основа Основ И так Мужской Национальный Костюм Состоял Из Рубаха Порты И Какой-либо Головной Убор И Лапти Или Сапоги На ногах Вы Видите На фото Желтого Цвета Это Самая Древняя Которую 12 века Русская Вот Традиционная Мужская Рубаха Это Вот Образец Ну Которая Найдена В нашей Стране А ниже Вы видите Курские Мужские Порты То есть Это музейный Подлинник Курские Мужские Порты То есть Вот так Выглядели Мужские Брюки Такие Простые Которые Заправлялись Либо В сапоги Либо Носились Под лапти Значит Рубаха Также Имеет Туникообразную Форму У мужчин Рубаха Отличалась Тем Что Она Была До Колена Точно Также На Рукава Ворот И Подол Рубахи Наносились Вышивки Точно Также Считалось Что В языческие Времена Что Вышивка Защищает Хозяина Рубахи От Злых Сил После Принятия Христианства Вышивка Начинает Носить Чисто Декоративный Характер И Тоже Украшение Рубахи Зависит От Социального Статуса И Количества Денег У Хозяина Рубахи Если Это Богатый Человек То Рубаха Будет Расшита Золоченой Тесьмой Если Это Крестьянин То Это Просто Будет Обычная Стандартная Вышивка С 19 Века У Мужчин Появляется Рубаха Под названием Пестрить Пестрить Это Рубаха В Мелкую Клетку Ну Порты Как мы Видим Да Можно Сказать На слайде На вот Этом Да То Порты Имеют Очень Древнюю Историю Это Аналог Современных Брюк И они Встречаются Еще В скифские Времена Это Что Касается Мужского Костюма Конечно Мужчины Сверху Могли Надевать Верхнюю Одежду Которую Мы Сегодня Немного Позже Поговорим Верхняя Одежда Как и у Мужчины У Женщин Называлась Одинаково И имела Одинаковую Форму Тут Не было Различий Дальше Мы Поговорим О Продолжении Женского Костюма Итак На рубаху Одевали Сарафан Сарафан Это второй По важности Элемент Русского Национального Костюма Значит Сарафаны Шили Из более Плотной Ткани Это Холст Сукно Крашенина Пестрить Пестрить Напоминаю Это ткань Из клетки Тканная Мелкая клетка Сица Шелка Парчи Декорировали Аппликациями Бахромой Лентами Очень Боярские Дамы Декорировали Свои Сарафаны Расшивали Жемчугом И драгоценными Камнями Сарафан Упоминается С 12 Века Но Историки Предполагают Что он Начал Присутствовать В женском Гардеробе Намного Намного Раньше Сарафан Это что Это длинное Платье Без рукавов На бретелях Надевалось Обязательно Поверх Рубахи Сарафан Обычно Более Часто Встречался В северных Районах России Ученые До сих пор Спорят Откуда На Нашей Территории В Россию Пришел Сарафан Потому что Подобная Одежда Встречается Как в азиатских Нарядах Женских Так и В европейской Одежде Значит В зависимости От конструкции Выделяют Четыре Типа Сарафана И Пятый Тип Сарафан С лифом На кокетке Итак Первый Сарафан Это Туникообразный Сарафан Сарафан Без Среднего Шва Основной Признак Туникообразного Сарафана Целая Передняя И задняя Часть Второй Вид Сарафана Косоклинный Сарафан Это Вот тот Сарафан Который Мы Привыкли Видеть Прямой Сарафан Это Сарафан Который Мы Привыкли Видеть Вот бретель и просто прямой сарафан. Основным признаком прямого сарафана являются два полотнища и бретели. Косоклинный сарафан похож на прямой сарафан, только он более распахнутый. Сарафан с лифом, напоминает платье без рукавов. И сарафан с лифом на кокетке. То есть здесь еще находится шов, который отделяет лиф от кокетки. То есть пять типов сарафанов. Туникообразный, прямой, косоклинный, сарафан с лифом и сарафан с лифом на кокетке. Сарафан с лифом на кокетке это более поздний вариант сарафанов. Изначально мы находим первые четыре. Итак, посмотрите, пожалуйста, фото. Это большое многообразие декора. Я хочу показать вам, какой разнообразный и многообразный декор русских сарафанов. Цвета не определялись четко. То есть на что хватала фантазия барышни. На что хватала фантазия портнихи и ткачихи. То есть большое разнообразие цветов, орнаментов, оттенков, тесьма, ленты, нити, аппликации. То есть сарафан это был признак хорошего вкуса и именно красоты девушки. То есть если в рубахе особо много не пофантазируешь, это просто белое или красное полотнище с вышивкой или расшито рукава, то вот женская фантазия, женские изыски как раз на Руси воплощались именно в сарафанах. Так, дальше. Посмотрите, пожалуйста, это фото. Архивные фото женщин. Ну, конечно, это начало 20 века. Но еще в начале 20 века в глубинке России женщины носили повседневно русский традиционный костюм. Итак, на первом фото вы видите как раз этот самый, вернемся, прямой сарафан. На втором фото вы видите как раз косоклинный, более расклешенный сарафан и сарафан на кокетке с талией. То есть вот посмотрите на головные уборы. Мы сегодня не успеем коснуться головных уборов, потому что они очень, это очень много. Как заплетали, как одевали, как причесывались, показывали косу, не показывали косу. Это тема отдельной лекции. Но обращу внимание, что замужние женщины одевали всегда шапочку. Шапочка называлась кичка или сорока. Для Белгородского региона и Курского вот сорока это был очень популярный, вот в центре как раз девушка, был очень популярный головной убор. И еще один очень интересный и более древний, чем сарафан, элемент женской одежды, это панева. Паневу носили только замужние девушки. Просто так паневу нельзя было получить. Передача паневы, это был один из ритуалов в цикле свадебных ритуалов Руси. То есть, как мы знаем, на Руси очень важно и очень долго и очень скрупулезно соблюдались свадебные традиции. Это была не одна церемония, это был цикл церемоний на протяжении многих-многих дней. И вот один из моментов из свадебного цикла, да, празднования свадьбы, это был момент, когда или мама, или сестры девушки, или подруги девушки передавали девушке паневу. Это был день, когда девушки расплетали косу и заплетали две косы. Две косы символизировали, что девушка замужем. Одну косу могли носить только девушки незамужние. Эти две косы укладывали на голову и прятали под шапочку, или под платок, или под сороку, или кичку. И надевали паневу. Вот с этого момента девушка считалась замужем. И она должна была эту паневу носить на протяжении всей своей замужней жизни. Самая древняя панева была найдена, датирована X веком. Почему такое большое внимание я уделяю паневе? Потому что паневный тип женской одежды, вот как раз рубаха и панева, как вы видите на картинках, это как раз наш тип, белгородский тип, белгородского региона. Если вы посмотрите на белгородский традиционный костюм, то преобладает в нем панева. Это рубаха, а сверху привязана панева. Это распашная юбка. Конечно, паневу украшали, расшивали. И она должна была показывать, опять же, статус женщины. Насколько она богата, насколько она, какое положение она занимает в общественной жизни. Итак, и еще раз повторю, что паневный тип, не сарафанный тип, встречается более часто в северных регионах, ну, от Москвы и выше. А в нашем с вами регионе как раз чаще всего мы можем увидеть паневный тип женской одежды, то есть рубаха и панева. Вот посмотрите, пожалуйста, архивные фото. Как раз здесь представлена женщина, на которую одета рубаха, и панева. На голове паневу могли подпоясывать поясом, то есть как бы выделить красоту женскую. Дальше. Идем мы с вами. И передник. Передник в разных регионах называли по-разному. Запон, занавеса, нагрудник, фартук. Передник, ну, мы все знаем, все мы с вами когда-либо готовили, были на кухне или помогали готовить на кухне. Мы знаем, что такое наш обычный с вами традиционный современный передник. В принципе, передник всегда имел то же самое значение. Он помогал защитить одежду при работе по дому или при какой-то хозяйственной деятельности. Но, например, существовали на Руси и праздничные передники, когда передник могли использовать, чтобы украсить одежду. Опять же, все зависело от финансового состояния женщины или девушки и от фантазии. То есть, например, чтобы разнообразить свой образ, девушка могла иметь одну праздничную рубаху и один праздничный сарафан. Но, чтобы разнообразить на каждый праздник, она могла себе купить или сама сшить, изготовить разные передники. То есть, если, например, сарафан и рубаху менять было дорого, то передник, понятное дело, намного более экономная одежда. Но были и передники, которые действительно защищали женскую одежду. Опять же, повторюсь, я уже говорила, что одежда на Руси была очень дорогая для простых людей, для крестьян. И поэтому они помогали защитить дорогостоящую одежду. Итак, шушпан или навершник. Я вам говорила, что поверх рубахи мужчины часто что-то одевали. Но шушпан или навершник могли одевать не только мужчины, но и женщины. Например, чуть-чуть похолодало, поверх рубахи и поневы женщина одевала вот такую, похоже на жилетку, безрукавку, чтобы было немного теплее. Или, опять же, чтобы разнообразить свой гардероб или внешний вид. Опять же, шушпан и навершники делались из хлопка, льна, сукна и разных других тканей. Но и украшались, опять же, по зависимости от фантазии обладателя. Но если, например, шушпан и навершник это была одежда для и богатых, и бедных, кто как хотел, то вот, например, душегрия, а на картинке вы видите душегрей и с рукавами, и без рукавов, это был атрибут исключительно богатых девушек. Душегрею делали из дорогого материала, парча, шерсть, украшали мехами, вышивками, драгоценными камнями. И вы видите на фото музейные подлинники душегрей. Как видно на них, невооруженным глазом, что это очень дорогая по тем временам одежда. Это, вернемся, не простой крестьянский шушпан. И моя лекция уже подходит к концу, чтобы вы не очень утомились. Посмотрим просто на девушек. Итак, еще раз повторим, да? Основа всех костюмов девушек, женщин и мужчин – это рубаха. Женская рубаха и мужская рубаха украшались вышивками. Только мужская рубаха была до пояса, а женская рубаха была до пола. На рубаху женщины одевали либо сарафан – это сарафанный тип русского национального костюма, либо паневу – это паневный тип русского национального костюма. Помимо сарафана и паневы девушка могла одеть душегрею или шушпан. Мужчина под рубаху одевал порты и подпоясывался поясом. Шуба – еще один атрибут русского национального костюма. Все мы понимаем, все мы живем в России, мы понимаем, что в России есть холодное время года, когда нужно согреваться не просто шушпаном и рубахой, а нужно что-то посерьезнее. И здесь на помощь нам приходит шуба. Шубу делали, как и сейчас, из различного меха животных. Это и овечья шерсть, и собачья шерсть, и волчья шуба, и соболиная, и лисья, и медвежья. Здесь все, опять же, зависело от кармана хозяина шубы и от фантазии. То есть шубу могли также декорировать. На шубу шубу могли расшить или отделать драгоценными камнями. И мы подходим к практически последнему слайду. Чуть-чуть поговорим про обувь. Лапти. Лапти. Существует огромное количество плетения лаптей. Это лыковые лапти, берестяные лапти. Плетение также у лаптей бывает абсолютно разнообразное. Например, косое, крупное, прямое. Лапти имеют разные формы. Традиционные лапти, как тапочки, полусапожки и даже плетеные сапоги. В каждой области существовала своя технология изготовления лаптей. На данный момент существует большое количество домов ремесел и домов творчества, где ученые, этнографы, историки пытаются воссоздать технологию плетения лаптей именно в конкретном своем регионе. В нашем Белгородском регионе также существуют такие мастерские и такие мастеровые люди, которые изучают тему изготовления лаптей в Белгородском регионе и воссоздают их на практике. И еще одна обувь, если лапти это была обувь для бедных людей, которую могли сделать все, то еще одна обувь была, это были сапоги. Сапоги у большинства крестьян были праздничной обувью. Если это была большая семья, то бедная большая семья, то очень часто сапоги стояли у входа, и кто первый прыгнул в сапоги, тот и пошел в них. Поэтому многие крестьяне и зимой, и летом ходили в лаптях. А сапоги имели не все. Или имел право носить сапоги только отец, либо старший сын. Сапоги изготавливались на заказ из выворотной кожи. На картинке вы видите, насколько разнообразна форма и высота, и вид традиционных русских сапог. Про обувь можно говорить бесконечно. Это тема еще одной лекции. Также я хочу упомянуть про валеную или меховую обувь. Особенно в северных регионах это была очень популярная обувь. Валенки наши любимые и дорогие. И меховая обувь, это уже ближе к Архангельску. Там встречаются сапоги, которые шились из кожи с мехом. Ну и моя лекция на сегодня подошла к концу. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...